Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Меримас Аналым. С развитием технологий меняется роль и функция медиа. Усовершенствуясь как инструмент коммуникации, новые методы технологии начинают использоваться и в политике. Социальные медиа стали отличной площадкой, где политики и избиратели находятся на едином пространстве и в контакте. Тему продолжит Айтунух Нординова. Совсем недавно по всему интернету прошумел первый тендер сразу после выборов о закупке кресел для новоиспеченных нардепов. Народ возмутился с суммой более 2,5 миллиона сомов. Возмущение вылилось в сеть и сильно муссировало, что пользователи запустили акцию против закупка кресел. Разные люди из разных сфер начали публиковать фотографии своих рабочих стульев с хэштегами «Мой стул, 120 кресел, есть ли совесть?». Реакция последовала мгновенно. Новые нардепы начали давать интервью, что им не нужны новые кресла. В итоге тендер отменили. Победу отпраздновали и поздравили активисты виртуально. Это и есть отличный пример того, что новые технологии и социальные сети стали достаточно влиятельным инструментом. Там, да, там действительно есть ситуация такая, что процентов 20 этих кресел, они изношены, и надо их там, может, обновлять. И почему так остро отреагировало общество, граждане? Да потому что во время выборов раздавались очень много обещаний, и тут же после выборов сразу тут сразу бах, закупка кресел, да? Как это сказать? Говорит депутат Дастан Бекешев. В свою очередь политолог Кубан Абдумен отмечает, что решения чиновников сегодня стали контролируемые и начали считаться мнением населения. В этом случае, когда рассматривался случай с приобретением новых депутатских кресел для нового парламента, показал, что депутаты находятся под очень пристальным взглядом всего общества Кыргызстана, и уже никакие неправильные действия или вызывающие одобрение общества действия не будут поддержаны, и даже могут быть приняты какие-то определенные меры. С этой точки зрения, по социальным сетям информация, которая прошла о возможном приобретении депутатских кресел, показала, что общество относится негативно и против такого действия. Это означает, что парламент уже находится в прямом контакте, точнее, общество находится в прямом контакте с депутатами, и их действия будут пристально изучаться, отслеживаться всеми активными членами нашего общества. Обещание депутатов, членов аппарата правительства, президента уже больше четырех лет мониторит сайт «Политмер». Команда сайта фиксирует обещание того или иного политика и далее мониторит ее исполнение. На сайте также есть статистика всех обещаний. Как выяснилось, несмотря на то, что большинство политиков не выполняют свои обещания даже на 50%, они остаются до сих пор на политической арене и продолжают давать свои обещания. Отсюда возникло у нас две проблемы. Первое, как стимулировать тому, чтобы политики были политически ответственны за свои обещания. И второе, почему политические обещания никогда не касаются или очень мало касаются социальных проблем общества. То есть, допустим, окружающая среда, социальное обеспечение, здравоохранение, образование и так далее. И поэтому мы сейчас переформатировали проект таким образом, чтобы стимулировать повестку дня для политиков. Таким образом, чтобы все-таки обращать их внимание на социальные нужды общества. И в то же время мы переформатировали его таким образом, чтобы мы могли призывать к политической ответственности за невыполнение своих обещаний. Отмечает основатель сайта Татума Металиева. Сегодня на сайте пользователи напрямую могут задавать свои вопросы чиновникам. И большая часть политиков начала пользоваться порталом, чтобы давать ответы, тем самым поддерживать связь с населением. По словам Татума Металиевой, в этот раз кандидаты в депутаты, зная, что их обещания мониторят в предвыборных программах, начали больше включать социальные задачи и давать более-менее реальные обещания. Мы периодически анализируем и говорим, кто из политиков в определенный период больше всех выполнил своих обещаний, и кто больше всего не выполнил. А на сегодняшний день большинство политиков, после того, как политмер во время предвыборной агитации очень активно поднимал эти вопросы по старым их обещаниям, большинство политиков обратили на это внимание, и сейчас как-то стараются больше, как бы сказать, мониторить свои обещания. Мы считаем, что да, потому что когда все политические партии выходили в предвыборной агитации на свои выступления, мы задавали вопросы, почему вот эти обещания выполнялись или не выполнялись, и мы видели, что политики специально изучали наш сайт, и они уже были, старались отвечать, почему они ответили и не ответили, и были такие, скажем, ситуации, когда политики, понимая, что они не выполняли своих обещаний, пытались все свои пресс-конференции посидеть тому, чтобы оправдаться, почему он не выполнил своих обещаний. И таким образом получается, что сейчас политическая культура политиков уже немножко выправляется, исходя из того, что они понимают, что их мониторят, и в то же время они как бы стараются давать такие обещания, которые более реалистичны, и на самом деле они могут выполнить. И мы знаем, что в результате проекта нашего некоторые политики отказывались от своих обещаний, ссылаясь на то, что они заявили об этом, не подумав, не просчитав и так далее. Но это как раз таки была реакция на то, как пользователи и журналисты использовали контент, который собран у нас на портале. Говорит Татума Миталеева. На парламентских выборах использование в предвыборной борьбе интернета и телевидения в этом году почти прошло на равных. Взаимодействие между различными типами медиа создали новую форму информации, дискуссии и взаимоотношений. Помимо освещений традиционными СМИ, дебаты параллельно освещали цифровыми медиа. В блогах, в твиттер, в социальных сетях таким образом особенности медиа освещения определили параметры поведения политических лидеров, журналистов и, возможно, избирателей. Сегодня это признают как эксперты, так и представители власти. Если посмотреть выборы 2010 года и выборы 2015 года, то вы увидите, что большее количество денег, больше имеется в виду соотносительно к 2010 году, было потрачено на предвыборную агитацию в социальных сетях. Было то, что все политические партии пытались создавать собственные веб-сайты, где пытались давать информацию, но информация была все равно не очень качественная. Они работали в социальных сетях, открывали свои аккаунты, активно агитировали, активно работали в этом отношении. Этого не было в 2010 году. Это говорит о том, что политические партии поняли, что очень большое количество избирателей находится в социальных сетях, и с ними можно работать через социальные сети. Отмечает правозащитница Татума Металиева. В то же время депутат Чауркенеши Дастамбекешев, который является активным пользователем социальных сетей, рассказывает, что новые инструменты служат хорошим мостиком с избирателями. Также он отмечает, что начиная с этого года можно зайти на сайт парламента и свободно через электронную почту, написать письмо любому депутату. Я пользуюсь социальными сетями уже 5 лет, и до депутатства, и в пятом сетеве пользовался. Естественно, там пообсуждаешь разные вопросы с ними. Делаю и благотворительные, через соцсети, да, такое было. Я даже продолжаю пользоваться этими инструментами. Я считаю, что это нужно. Это уже даже не сегодняшний день, это уже вчерашний день, потому что на сегодня уже не только социальные сети. Вы сейчас видите вот такие, как WhatsApp, чаты, да? Я еще пока не решаюсь через WhatsApp общаться, потому что я боюсь, слишком-слишком очень много будет обращений, и просто не будет времени успевать обрабатывать. Подчеркнул он, за этот год муниципальное управление Бишкека выслушало немало замечаний в свой адрес о недобросовестной уборке мусора. В социальных сетях пестрят немало фотографий хаоса мусорных баков столицы. Муниципальное предприятие столицы и Аша. Тазалык решил обороться с теми, кто мусорит по-новому. Теперь сообщать о нарушителях и мусорных кучах можно через уже набравшее популярность в Кыргызстане мобильное приложение WhatsApp. Это должно помочь убрать стихийные свалки. Всю информацию мы ждем на наш номер. Горожане могут присылать сообщения и фотографии. Каждый подъезд города мы повесим свои контактные данные. Говорит начальник предприятия ОШ Тазалык Таланпек Капаров. Взятки на дорогах, нарушение правил дорожного движения тщательно отслеживает сайт DriveKG. Здесь размещаются видеоматериалы, которые отправляют сами пользователи. По словам основателя портала Айбека Баратова, материал может присылать каждый. А за интересные видео предлагается небольшое вознаграждение. Однако зачастую людей привлекает не денежная сумма, которая прилагается, а сам процесс участия в формировании культурного вождения ради безопасности на дорогах. У нас несколько человек, которые являются администраторами, редакторами. То есть мы не сидим в одном офисе. И присылают нам на почту, на Facebook, либо связываются напрямую видеоматериалы. То есть пользователи выставляют материалы, либо мы сами отслеживаем. И мы стараемся наиболее интересные только показывать вещи. Ну то есть все подряд мы туда не добавляем. Потому что материалов очень много. Но мы стараемся самое интересное, самое просматриваемое ставить на ленту. Ну вот, в однообщие. Поэтому наш сайт обновляется не в несколько раз в день, а там, вернее, раз в день-два. Отмечает Айбек Баратов, основатель сайта DriveKG. Безопасность на дорогах – главная цель так называемого сообщества правильных водителей. За четыре года существования сайта немало было резонансных видеоматериалов с участием высокопоставленных чиновников, депутатов и рядовых граждан. Самое главное – опубликованное видео помогает, чтобы нарушитель не остался безнаказанным. Там, например, на прошлой неделе у нас был инцидент на встречную полосу. Вы, может быть, видели, там выехала маршрутка. Сейчас это висит на главной странице, вот там встречка на Ахумбаево. И по конкретному этому факту мы на страничке в Фейсбуке писали, то есть был привлечен водитель этого маршрутки, ему провели профилактическую беседу, он был оштрафован, автомобиль его поставлен на штрафстоянку, и соответствующее предписание было вынесено самой, не водителю конкретно, а всей этой фирмы, которая занимается перевозкой. То есть они несут наказание, а ДПС, они воздействуют через материалы, которые публикуются у нас, они воздействуют на... Ну, какая-то воспитательная работа ведется, потому что мы помогаем, мы выполняем часть работы, которую должны выполнять сами ДПС. Они сами должны обслеживать, сами должны следить. Мы им помогаем, как бы ничего взамен не просим, просто предоставляем. Главное, чтобы они реагировали. Мы не только негатив публикуем, мы также позитивные вещи публикуем, полезные советы, уроки, полезно для водителей. Рассказывает Айбек. Эксперт возлагает надежду, что с развитием новых технологий удастся добиться большего подотчетности у власти. Растет новая культура гражданской активности, развивается диалог между обществом и властью имущими. Удобно всем, сидя за монитором, либо по экрану своего телефона, почувствовать ответственность за свою страну, за свой выбор и знать, что тебя услышат, и ты можешь воздействовать на какое-либо решение, которое касается тебя и твоей страны. Интернет увеличивает общественное пространство для обсуждения актуальных вопросов, тем самым создавая новую политическую идентичность. Айтуна Кнурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Продолжение следует...